Приветствую вас, аноним. Я хотел бы спросить, а что именно вы преодолеваете в своём вопросе? На что направлен ваш вопрос? На что вы хотите преодолевать конкретно? Вот, вы извините, не очень понятно. То есть, есть ситуация, вы говорите, что у меня 32 год, у меня нормальная жизнь, мне постоянно преследуют мысли, что если бы я могла вернуться на 15, на 10, на 5 лет, сделала бы всё по-другому. Ну, хорошо. Допустим, вас не устраивает ваши действия, вас не устраивает ваши решения какие-то, ваши выборы. Это можно понять, это можно... с этим можно работать, если от вас поступает такой запрос. Да? Вот. Можно работать и с тем, чтобы принять свой выбор, и с тем, чтобы принять опыт своих выборов, и с тем, чтобы начать делать это сейчас, как сказал мой коллега, и можно здесь как-то с экзистенциальной точки зрения посмотреть на то, откуда это ощущение, что вы должны вернуться на 10-15 лет назад, да, и, соответственно, как вообще устроен выбор человеческий, какие у него есть свойства, вот, с этим тоже нужно поработать. Опять же, я уверен, что многие вещи вы считаете ошибкой, соответственно, с отношением к ошибкам тоже можно поработать. Но не очень понятно, чего вы хотите. Знаете? То есть, допустим, избавиться от гнетущего ощущения, да? Вот это гнетущие ощущения, что если бы я могла вернуться, там, на какое-то, на какое-то количество лет назад, я бы что-то изменил. А... Вот как? То есть, просто взять и забыть о том, что вас что-то не устраивает. Так что ли? Просто взять и вырезать, вырвать у себя вот это вот чувство неудовлетворенности, которое имеет место быть. Так получается? Ну, это странно. Потому что... Ваше чувство неудовлетворенности. Это не много, не много, не мало вы. Это не много, не мало ваши собственные переживания. Это не много, не мало ваши собственные эмоции. Это не много, не мало ваш индикатор того, что вы хотите и чего вы не хотите. И это вы пытаетесь подавить в себе. Ну, это странно, как минимум. Как минимум, это странно. Как максимум, да, как максимум. Это не очень, не очень, не очень хорошо, совсем не полезно. Как максимум. Давай. Вот. Поэтому... Тут, тут, тут вот... Тут вот, на мой взгляд, ситуация... Не сказать, чтобы... Конструктивно, да? То есть, я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что, когда вы начинаете предоставлять, вам становится тяжело, да? Но из-за чего тяжело? Что тяжело? Как вы относитесь к своему выбору, который вы делали? Как вы его сейчас обесцениваете? На фоне чего вы его обесцениваете? Это очень, очень важно разобрать. Теперь немножечко о... Природе выбора. Поговорим. Понимаете, у сознания есть несколько свойств. Оно инертно, и оно субъективно. Инертность сознания заключается в том, что в отличии от реальных обстоятельств, в отличии от реальных ситуаций, эээ... сознание может, как бы, по инерции, эээ... еще существовать в мире, который был до принятия решения. Отсюда... или до какого-либо события. Отсюда, собственно, возникают различные травмы, и так далее. сознание не успевает подстроиться, не успевает перестроиться. Когда это происходит постепенно, все более чем адекватно. Вот. Соответственно, ээ... следующее свойство сознания, это субъективность. То, что мы здесь с вами рассматриваем. И субъективность в сознании проявляется в том, здесь опять же, именно здесь, что человек на момент принятия решения, на момент совершения выбора, считает, что его выбор наиболее правильный, наиболее верный, наиболее корректный, да? Но, когда приходит, эээ... приходят последствия, эти последствия человеку не нравятся, человек начинает корить себя за то, что он этот выбор сделал. Хотя, на момент принятия этого, этого решения, на момент совершения выбора, все было супер. Человек оказал, что выбор был самый лучший. И только после того, как последствия появились, человек решил, что вот, видите ли, выбор был неправильным, потому что последствия негативные. И получается, что сознание берет, игнорирует тот факт, что выбор был сделан с учетом той информации, которая была на момент принятия выбора. Сознание игнорирует наличие последствий, которые тоже пополняют информацию о выборе, вот, и начинает, эээ, как бы привычно, эээ, диктовать, что выбор был неправильным. И самое, самое страшное, самое страшное заключается в том, что, эээ, оно право. Выбор действительно был неправильным. Но, он и не мог быть правильным. На самом деле. То есть, то есть, с чего вы решили, да, что выбор правильный? Мог быть правильным выбором. Но с чего вы так решили? не очень понятно. Да? Кто сказал, что выбор должен быть правильным? Кто сказал, что, эээ, человек не может ошибаться? И вот здесь ваше отношение к ошибкам. К ошибкам, к неудачам, к, эээ, каким-то, эээ, моментам, ну, скажем так, эээ, моментам несостыковок, и прочее. Вот это, эээ, необходимо разрешить, да, это необходимо скорректировать. Потому что сейчас, мне кажется, что у вас отношение к ошибкам, ну, достаточно, эээ, негативное. А, ведь они, да, ошибки. Ну, они, эти ошибки являются, эээ, в общем-то, эээ, ну, ни много ни мало, эээ, неотъемлемой частью жизненных человек. Поэтому, очень важно, очень важно, чтобы, эээ, вы, эээ, этот момент, так же раскрыли. Ага. И, перестали, к примеру, эээ, считать, что ошибки, это что-то плохое. Перестали, например, считать, что ошибки, это что-то, эээ, дурное. Перестали, например, считать, что, ошибки, это то, чего не должно быть. Но, для этого, конечно, эээ, нужно, эээ, вот, эээ, само отношение к ошибкам поменял, что, эээ, к сожалению, эээ, ну, это, к сожалению, не так. Просто, да? Это, к сожалению, не так. Эээ, легко, как может, эээ, там, показаться на первый взгляд, эээ, вот, но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Эээ, в этом направлении, эээ, желательно, эээ, хотя бы двигаться, хотя бы двигаться, в этом же, в этом направлении. Вот. Эээ, это, собственно, то, что я, эээ, могу вам, вам сказать, сейчас. То есть, я понимаю, что вам не нравится, я понимаю, что вам неприятно, эээ, то, что, вот, ээээ, ээээ, ну, то, какой, какой результат, эээ, вам, сейчас, эээээ, получит. Ээээ. Я отдаю себе в этом отсчёт, но вместе с этим нужно адекватно и конструктивно аккумулировать ту энергию, которая появилась в результате вашей недвижимости. Помочь вам с этим разобраться. Вообще, что именно вас не устраивает, давайте начнём с этого. То есть, что конкретно, то у вас очень общее всё. На этом всё. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.